Здравствуйте! Первый и третий кварталы теперь за 10 месяцев этого года. Почему возникла такая необходимость и насколько изменилась ситуация в октябре по сравнению с предыдущими девятью месяцами? Минфин не только в последнее время отчитывается ежемесячно за исполнение бюджета. Если вы отслеживаете за нашими отчетами, за нашей информацией, мы практически ежемесячно докладываем, ежемесячно доводим информацию об исполнении бюджета, об исполнении доходов и расходах республиканского бюджета. А что касается уже отчета, отчет он составляется ежеквартально, он утверждается кабинетами министров и в последующем предоставляется у госсовет. А что касается девяти и десяти месяцев, наверное, тут просто промежуток был небольшой, с учетом того, что мы девятимесячные итоги рассматривали еще на Кабмине, тот именно отчет, о котором я говорила. Мы утверждали отчет, в последующем направляли его у госсовета и контрольную счетную палату. Эта процедура стандартная, ежегодно прописана, такая норма у нас в законодательстве. Что касается исполнения десяти месяцев, то за десять месяцев мы обеспечили исполнение бюджета по доходам в сумме 37 миллиардов рублей. Если сравнивать за месяц, как в вашем вопросе звучало, за месяц, какие изменения произошли в бюджете по доходам, он пополнился в целом, республиканский бюджет на 3,2 миллиарда рублей. Если смотреть чисто собственные доходы, 2,3 миллиарда рублей мы пополнили собственные доходы за один месяц, то есть за октябрь месяц. Ну, допустим, если взять для сравнения какой-нибудь из весенних месяцев и какой-нибудь из летних месяцев, вот 2,3 миллиарда рублей, довольно приличная сумма, так же динамично, вернее, эта динамика сохраняется или она, наоборот, увеличилась? Вы знаете, нельзя, конечно, смотреть на динамику поступления ежемесячно, потому что у нас сроки уплаты налогов, разного налога, разные сроки, периоды. Исходя из этого, нельзя анализировать поступление одного месяца и сравнивать его. А средним, как я уже говорила, у нас 3,7 миллиарда в целом пополнения бюджета. Если смотреть собственные доходы, 18 миллиардов, они пополнились. И поэтому месяц к месяцу нельзя сравнивать, потому что это связано с сроками уплаты того или другого налога. Но в любом случае нужно отмечать, у нас были периоды, так скажем, падения. В первом полугодии очень у нас исполнение бюджета в жестком режиме шло. Наши доходы были ниже уровня прошлого года, что, соответственно, конечно, нам пришлось предпринимать или включать те или другие инструменты, которые были у нас разработаны, если при неблагоприятном сценарии развития бюджета. Но мы, помните, наверное, в конце еще прошлого года говорили о возможном разном сценарии развития бюджета с учетом экономического кризиса. Первый у нас был сценарий, это благоприятный, это в рамках утвержденного параметра. Второй у нас сценарий был, это неблагоприятный. Мы при этом планировали падение наших доходов на 7% собственных доходов. Третий вариант, конечно, он был стресс-сценарий при падении наших доходов на 17%. Ну, соответственно, у нас были разработаны все инструменты для каждого сценария развития. В начале года мы действительно увидели очень серьезную ситуацию с бюджетом. Когда у нас налог на прибыль, у нас нужно отметить, что налог на прибыль на НТФЛ является основными доходными налогами. 57% доля на них приходится на сегодняшний день. Соответственно, когда мы в начале года видели очень серьезное падение по этим налогам, то, соответственно, мы, конечно, включили все инструменты по неблагоприятному сценарию развития. В начале года, в феврале, у нас падение было серьезное по налогу на прибыль. Мы ушли в минус. Соответственно, серьезная ситуация оставалась с НТФЛ. Самое глубокое падение по НТФЛ у нас было в мае месяце. Соответственно, конечно, у нас инструменты были разные. Инструменты, обеспечивающие дополнительные доходы. Инструменты, которые обеспечивали более, так скажем, четкое и требовательное отношение к расходам бюджета. И, соответственно, у нас были включены эти инструменты, пересмотрены были и планы действия работы налоговых органов. Потому что у нас более 95% наших доходов – это налоговые доходы. Поэтому только обеспечивая лучшее администрирование налоговых доходов, обеспечивая стабильное поступление налоговых доходов, соответственно, мы можем обеспечить стабильность исполнению бюджета. Вот какова на сегодня собираемость этих двух налогов? Ну, что касается налога на прибыль, мы после глубокого падения был хороший отскок. Ну, соответственно, в последующем мы удержали положительную динамику по данному налогу. На сегодняшний день мы имеем положительную динамику. И, соответственно, по нашей оценке и оценке налоговой службы она сохранится до конца года. Что касается налога на доходы физических лиц, по данному налогу, как я уже говорила, на самое глубокое падение было в мае в месяце. 83% за май мы собрали. Если сравнивать май прошлого года, то, соответственно, в последующем принятые наши меры позволило поднять уровень собираемости до 96%. 100% уровня прошлого года мы еще не достигли. И по нашей оценке мы его до конца года также не достигнем. Но тут причины разные, почему мы собираем этот налог меньше, чем уровень прошлого года. Здесь основная, конечно, причина. У нас ежегодно большими темпами увеличивается возврат НДФЛ. На сегодняшний день возврат НДФЛ на 30% больше, чем уровень прошлого года. Уже вернули почти 1,3 миллиарда рублей. Если даже возврат НДФЛ по социальным, имущественным вычетам было бы на уровне прошлого года, то по данному налогу мы имели бы положительный результат. Но здесь еще нужно учитывать тот момент, что несколько увеличивается у нас и расчетная задолженность по НДФЛ. На сегодняшний день, по данным налоговой службы, расчетная задолженность составляет более 500 миллионов рублей. Светлана Александровна, буквально на днях состояло совещание у главы Чувашия с правительством республики. И на этом совещании, где обсуждались как раз работу с бюджетом за 10 месяцев, состоялся довольно жесткий разговор с некоторыми предприятиями, организациями, должниками в бюджет. Вот как раз речь шла о недоплате налогов на прибыль, налогах на доходы физических лиц. Я бы не сказала, конечно, что был жесткий разговор. Разговор, наверное, все-таки был требовательный, потому что мы сегодня и глава республики, и налоговая служба, и правительство республики сегодня все-таки говорят о необходимости соблюдения налогового законодательства. Да, конечно, что неоднократно отмечался это еще и министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым, в кризисный период у нас в бизнес часто кредитуется за счет бюджета. Действительно, это может быть для бизнеса и вынужденная мера, с учетом того, что идет экономический кризис, и, соответственно, для того, чтобы обеспечивать стабильную деятельность своего предприятия, не обеспечивает исполнение, выполнение требований законодательства, в первую очередь, в данном случае, налогового законодательства. Соответственно, есть такие случаи, когда организации не уплачивают НДФЛ в бюджет, хотя, вы сами понимаете, с физических лиц своих работников при выплате заработной платы это удерживается, то есть его платит на самом деле физическое лицо работник конкретной организации. В последующем организация, удержав этот НДФЛ, она не перечисляет эту сумму в бюджет. Соответственно, как я уже говорила, такая задолженность, расчетная задолженность по налогу на доходы физических лиц у нас уже, по данным налоговой службы, более 550 миллионов рублей. Ну вот на том же совещании пока выясняли причины, жалуются на нехватку оборотных средств, на нехватку средств для того, чтобы выплатить зарплату. То есть ситуация, конечно, бывает разная. Вот в каких ситуациях власти будут непреклонны, а в каких готовы пойти навстречу и оказать какую-то помощь, поддержку? Ну у нас и правительство Чувашской республики, и само налоговое законодательство одинаковые требования ко всем юридическим лицам вставляют. Тут не может быть такого. К одной организации отнеслись по одному, к другой организации отнеслись совершенно по-другому. И, соответственно, такого не должно быть. То есть правительство и само законодательство одинаковые требования выставляют перед каждым юридическим лицом это обязательство выполнения налогового законодательства. Да, бывает, конечно, сегодня и крупная компания не обеспечит своевременную уплату налогов. Ну вот, в общем-то, мы много говорим, конечно, про такую крупную организацию, концентракторные заводы. Мы с этой организацией также собираемся, обсуждаем, находим варианты возможности выполнения своих обязательств по налогам. Но, соответственно, и другому бизнесу, который менее, так скажем, крупный, относится к среднему, малому бизнесу, у нас тоже такое же требование, что нужно все-таки уплачивать сегодня налоги в бюджет. Почему? Я уже пояснила, что такое бюджет. Бюджет – это более чем 95% – это налоговые доходы. Соответственно, от обеспечения исполнения доходной части зависит исполнение расходной части. А что у нас сегодня в расходной части? Это те же заработные платы нашим бюджетникам, это тоже содержание наших садиков, это тоже содержание больниц, школ. И, соответственно, мы не имеем права сегодня срывать свои обязательства, свои обязательства перед незащищенным социальными слоями населения. Мы все свои обязательства должны выполнить и по социальным выплатам, не только по заработной плате, по содержанию тех же социальных объектов. И, соответственно, мы не можем сегодня, правительство сегодня не может себе позволить срыв тех или других обязательств. Поэтому, конечно, наша задача – это своевременное исполнение бюджета и подоходом для того, чтобы обеспечить его своевременно и качественно по расходам исполнять. Светлана Александровна, ну вот вы еще отметили в качестве причин низкой собираемости НДФЛ – это высокая возвращаемость. Что это значит? Это означает, что люди стали больше совершать каких-то крупных имущественных сделок. Большей частью по оценке налоговой службы вычеты идут имущественно. Это означает, что наши граждане активно приобретают имущество. Они в прошлом году приобретали, и, соответственно, они на сегодняшний день в последующем предъявляют свои права к вычету этот НДФЛ. И практически мы занимаем, если сравнивать с субъектами Приворско-федерального округа, Чувашская республика по доле возврата, это самое высокое, занимает первое место. То есть почти 18% того, что мы собрали, мы обратно отдаем нашим гражданам именно по этим вычетам. Светлана Александровна, не все муниципалитеты активны при формировании доходной части бюджета. Об этом говорилось в течение года неоднократно и в режиме видеоконференции, и на встречах с руководителями глав регионов. Вот какова сейчас ситуация по итогам 9-10 месяцев? Насколько активны муниципалитеты в наполняемости своих бюджетов? Ну, если в целом смотреть, то у нас такие районы или муниципальные образования, как город Новочебоксарск, Порецкий район, Комсомольский район, они в динамике роста собственного дохода ведут с плюсом. Но тут сразу нужно оговориться, например, я говорила по поводу Новочебоксарска, да, самый большой темп роста к уровню прошлого года имеет. Но если сравнивать доходы на душу населения, уступая тому же Порецкому району, уступая тому же Чебоксарскому району, уступая тому же Цивильскому району, то тут нужен, наверное, не только темп роста и вот этот показатель относительный на душу населения. Почему именно так говорю? Потому что потенциал у Новочебоксарска есть. То есть 120% роста, это вот еще и нужно еще больше увеличивать, чтобы довести уровень дохода на душу населения, как минимум на уровне Порецкого района, Цивильского и тех же районов, которые я уже перечислила. Ну вот да, есть, конечно, и те районы, которые сегодня снижают доходы к уровню прошлого года. Среди этих районов у нас Шумерлинский район, Маргаушский район. Это, конечно, связано с тем, что юридические лица, которые являлись основным платежчиком НДФЛ, они перерегистрировались, то есть связано с этим. Ну, в любом случае, конечно, мы говорим, что сегодня, если есть динамика падения, то его нужно всегда прогнозировать. И в любом случае нам нужно найти варианты, другие решения, создавать рабочие места для того, чтобы обеспечить стабильность поступления своих доходов. Светлана Александровна, а какой из показателей социально-экономического развития республики по итогам 9-10 месяцев вам нравится больше всего? То есть это может быть самый разный показатель. Это может быть наполняемость доходной части, это может быть рост заработной платы, это может быть поступление из федерального бюджета. Какая цифра вам нравится больше всего? Так, наверное, нельзя говорить, какая мне цифра больше нравится. Мне нравится любая положительная динамика, потому что это любой показатель, который отражает социально-экономическое развитие республики, взаимоувязано. То есть увеличение поступления собственных доходов, это связано опять с развитием экономики. Увеличение заработной платы, это опять связано с темпом развития экономики, производительность труда и так далее. Ну, соответственно, конечно, учитывая, что я отвечаю за бюджет, в первую очередь, конечно, меня радует, если есть некоторая динамика роста по доходам. В любом случае, нужно понимать, действительно, в сегодняшних условиях темп роста по налогу на прибыль не может, конечно, меня не радовать. Но в то же время, как я уже говорила, падение по НДФЛ, в то же время оно не дает сегодня радостное ощущение от того, что она сохраняется у нас на уровне 96%. Но здесь есть свои причины, почему это так происходит, об этом мы уже говорили. Ну, что касается поступлений с федерального бюджета, действительно неплохо. Мы в текущем году проработали федеральным центром более 4 миллиарда безвозмездных поступлений от первоначального утвержденного бюджета в течение года мы обеспечили поступление. Мы планируем уже уточнение бюджета очередного текущего года, где мы будем пересматривать свои доходы по безвозмездным поступлениям, соответственно, это говорит о том, что поступление из федерального центра еще до конца года мы планируем, который нам позволяет обеспечивать реализацию наших первоочередных задач, строить свои же объекты, которые мы сегодня начали. Соответственно, конечно, в текущем году мы неоднократно говорили о привлечении бюджетных кредитов с федерального бюджета 5,6 миллиардов рублей. Достаточно серьезные цифры для Чувашской республики. Ее можно сравнивать в сумме всех кредитов, которые мы получали последние 8 лет. То есть, действительно, для сравнения эта цифра, она значительно высокая. И, можно сказать, данные бюджетные кредиты, они практически бесплатные. За его обслуживание мы всего-то уплачиваем 0,1% годовых. И, соответственно, это нам существенно помогает уменьшить расходы по обслуживанию государственного долга и, соответственно, снижает нашу долю рыночных обязательств в общем объеме госдолга. Кстати, какой он на сегодня? Если на 1 ноября смотреть, то государственный долг на сегодняшний день – это 10,7 миллиардов рублей. Как я уже говорила, мы очень активно применяем инструменты для того, чтобы более эффективно управлять госдолгом. Соответственно, если у нас в течение года средний взвешенный долг, он меньше входного долга и выходного долга, так условно, если скажем. Если на сегодняшний день смотрели госдолг, 10,7 миллиардов рублей – это всего-то 8%, если более точно 7,9% от наших собственных доходов, рыночные заимствования на сегодняшний день. Светлана Александровна, но все-таки 10 месяцев – это уже большая часть года позади, большая часть работы, можно сказать, тоже проделана. Каковы ваши прогнозы на завершение года? То есть какой из сценариев будет работать? Мы сегодня очень активно работаем с Министерством финансов Российской Федерации. Здесь, конечно, нам помогают и договоренности главы Республики Михаила Васильевича Игнатьева с федеральным министром финансов Российской Федерации. То, соответственно, есть на сегодняшний день уже определенные, так скажем, принятые решения об увеличении дотации Республики. И, соответственно, все эти объемы, которые мы планируем получить с федерального бюджета, я думаю, что мы приблизимся к базовому сценарию развития бюджета. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в студии была министр финансов Чувашской Республики Светлана Янилина. Спасибо за внимание и до встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Субтитры создавал DimaTorzok